Десяток важных объектов За кадром остается сложный процесс строительства, в котором нет ничего второстепенного Любой промах может обойтись срывом графика в лучшем случае Или появлением на свет небезопасного для жизни объекта Мнение сотрудников антимонопольного ведомства 44-й федеральный закон позволяет отбирать квалифицированного подрядчика в конкурентной борьбе Общественные организации или участники конкурса часто обращаются в УФАС Считая, что процесс организован с нарушениями Примеров очень много С нами было выявлено, что заказчикам допущено грубейшее нарушение То есть выбран неправильный способ осуществления закупки Вместо открытой процедуры аукциона в электронной форме Был проведен конкурс с ограниченным участием Гораздо менее конкурентная процедура способ закупки Поэтому данные торги мы аннулировали Данный тендер был отменен И впоследствии уже заказчик руководства учреждения Интерната Аксочи заново проводил данную закупку Уже более конкурентным способом А именно открытым аукционом в электронной форме А должностное лицо, утвердившее документацию Вот в таком неправомерном конкурсе У нас был привлечен к административной ответственности В размере 50 тысяч рублей Ошибка или умышленное нарушение Антимонопольная служба не проводит расследование И не ищет ответов на вопрос Почему? Безалаберное отношение к 44 закону Или попытка составить документы В интересах определенного поставщика В любом случае конкурс До выяснения обстоятельств И принятия решения может быть приостановлен Больше всех у нас Маловишерский район отличился На них в апреле месяце поступило 8 жалоб по таким аукционам Где предметом являлось приобретение жилья для детей-сирот И в каждом случае были выявлены По каждой из этих жалоб нарушения По каждому аукциону В результате чего мы вынуждены были Каждую из этих закупок отменить И торги аннулировать Поскольку нарушения были очень серьезные Они касались некорректных требований К статусу застройщика То есть того лица У которого приобретаются тяжелые помещения И не надлежащие были требования Становлены были заказчикам К содержанию заявок на участие в закупке То же, что существенно И что могло повлиять на отбор участников На определение победителя Поэтому вот по каждому из этих фактов Было вынесено нами решение Выдано предписание И данные закупки были отменены И должностное лицо Которое твердило документацию Глава администрации Будет привлечен нас к административной ответственности Изучая проектную документацию Подрядчик должен понимать Меру ответственности Готов ли он строить срок Достаточно ли производственной базы Есть ли опыт грамотно проводить субподряд Объем работ разбивают на этапы Составляется план график И проект организации строительных работ До начала строительства За 7 дней ставят в известность Государственный надзор После того, как объект внесен в реестр На площадку могут выходить строители Есть нарушения те, которые В принципе, мы отказываем в надзоре То есть, когда нас уведомляют О начале работы Мы выезжаем на первую проверку Уже устанавливаем факт, что объект построен То есть, такой объект есть В Шимском районе В Великом Новгороде были объекты Где мы отказываем в надзоре Дальше этот объект Либо в судебном порядке признается Либо по законодательству Должен быть, наверное, как самовольная постройка Снесена Либо доказывают о том, что Объект небезопасен То есть, безопасен для нахождения людей И дальше, опять же, только судебный порядок Признание права собственности Если подрядчик серьезный С репутацией То заказчику, можно сказать, повезло Непредсказуемая организация Которая имеет за плечами строительство Куриной фермы На серьезном объекте Способна собрать снежный ком проблем Как это бывает Физкультурный комплекс на Псковской Тому пример Подрядчик нарушил график Тепловой контур до зимы не закрыли Дальше начинается удорожание работ Расторжение контракта Суды Другие строительные фирмы Не спешат выйти на объект Где уже кто-то Некачественно потрудился В итоге Физкультурный комплекс Великий Новгород Передал области Отсутствие надлежащего Строительного контроля Со стороны заказчика То есть, администрации Великого Новгорода В лице УКСа Позволило вот так Утянуться такому долгострою Который порядка пяти лет Было заменено Несколько подрядных организаций Консервация объекта Не была произведена После того, как Провели экспертизу Оказалось, что данный объект Для того, чтобы продолжать строительство Необходимо те работы Которые были выполнены Два-три года назад Выполнять по новой На прошлой неделе была рассмотрена Жалоба участника закупки Московского на данный аукцион Который у нас теперь проводится В отношении строительства Завершения, точнее, строительства Этого ФОКа на Псковской Теперь это проводит уже Спортскола Манеж Как заказчик Проверена была данная закупка Документацию мы посмотрели Посмотрели действия заказчика При определении содержания проекта контракта Нарушений мы в отношении доводов Жалобы не выявили И была она признана необоснованной В связи с этим Поэтому закупка данная была продолжена Без выдачи предписания Без принятия с нашей стороны Мер реагирования Поскольку нарушение действия заказчика При осуществлении этого тендера Мы не обнаружили Чиновники, контролирующие строительство Всегда стоят перед выбором Спешить или не спешить Расторгать отношения с подрядчиком Если не обращать внимание на отставание То в конечном счете Можно получить историю с ФОКом на Псковской Но расторжение контракта Также срывает все сроки Что может стать причиной Прекращения софинансирования проекта Как действовать? Рецепты прописаны в договорах и законах Но практика не всегда вписывается в теорию В Боровичах вышел подрядчик Не выполнил работы Потому что в условиях контракта Была и разработка рабочей документации Допустим, проектную документацию Выполняет одна организация Рабочая другая Уже идут несостыковки Рабочей документации с проектной Это несоответствие уже самого объекта В данном случае Либо подрядчик уже не выполняет Свои обязательства Он не может продолжить работы Что там и произошло Подрядчик ушел Пришел новый подрядчик По контракту То есть он сегодня приводит в порядок Ту документацию И тот объект, который Сегодня как незавершенка есть Вносит изменения Проходит экспертизу И предоставляет документы Уже и заказчику И нам То есть если выявляются Какие-либо нарушения Составляется Естественно акт проверки По факту проверки И выявленных нарушений Составляется предписание Устанавливается срок Исполнения предписания Если предписание не исполняется Привлекается к административной ответственности Как застройщик Может и заказчик привлекаться Так и подрядчики То есть все прописано В законодательстве Процесс строительства Разбит на этапы На каждом из них проверка Если не устранить Выявленные нарушения И не учесть Выданные предписания Приступить к следующему этапу Не удастся Все участники Строительного процесса Понимают, что Кроме контроля и надзора Со стороны чиновников Есть постоянное внимание От правоохранительных органов Людьми нечистыми на руку Стройка всегда считалась местом Где можно что-то украсть От гвоздя до миллионов Из общей практики Конечно суммы достаточно большие Измеряются они Не просто миллионами А десятками миллионов рублей Вот если говорить Процентном соотношении От муниципальных контрактов То это от 10 до 50 процентов И примеры такие есть На сегодняшний день Вот расследуется уголовное дело По аналогичной, скажем так, ситуации Строительства муниципального Отдела внутренних дел Пестовский Где также было выявлено Изначальное хищение Денежных средств Порядка 20 миллионов При строительстве Данного объекта Впоследствии После проведенной Строительной экспертизы Нами была установлена Уточнена сумма ущерба Она выросла почти В 20 небольших раз Составила чуть более 49 миллионов рублей Вот При выходе на место Также было установлено Что да Были подписаны Акты выполненных работ На строительство Каких-то даже отдельных Капитальных строений Пристроек Данных объектов не было Просто подписываются акты Работа не выполняется Таким образом происходит Хищение денежных средств Из бюджета Проведена проверка В части исполнения На территории Малышевского района Муниципального заказа На строительского детского сада Сказка Данный муниципальный контракт Был заключен в июне 2014 года И на момент проведения проверки Установлено Что еще в декабре 2014 года Директор Муниципального бюджетного Учреждения Службы заказчика Выступала заказчиком В данном муниципальном контракте Подписала акты Приемки выполненных работ При этом достоверно зная Что здание детского сада Не достроено И не произведена В полном объеме Поставка оборудования В общей сложности Ущерб Который был причинен На сумму 37 миллионов рублей Был как раз таки Установлен в ходе этой проверки Сказочная история детского сада Сказка в Малой Вишере Похоже может стать Хрестоматийной Для всех участников Строительства образовательных Учреждений Поскольку в планах следствия Основательно разобраться Подозрениях на тему Сколько не досчиталось Счастливое детство Малой Вишерских ребятишек Возникают вопросы К лицам, которые принимали Акты выполненных работ Подписывали, согласовывали Возникают вопросы К сотрудникам контролирующих органов Как сотрудники МЧС Так сотрудники Роспотребнадзора Больше вопросов у нас И к департаментам Входящим в состав Правительства Новгородской области Департамент строительства Департамент финансов В связи с чем При возникновении вопросов Нами конечно проводятся Следственные действия Изымается необходимая документация Проводится их анализ Вот сегодня в продолжении Были проведены Следственные действия Обыска В территориальное управление Федеральной антимонопольной службы По Новгородской области Мы исследуем Обоснованность И законность Проведения конкурсных процедур Заключения контракта На строительство данного детского сада У нас возникает вопрос В том числе и к компании-подрядчику Поскольку при проведении обысков По местам заявленных Местонахождение компании-подрядчика Из пяти адресов Нам удалось обнаружить Только один офис В заброшенном бизнес-центре В небольшой площади Каких-либо производственных площадок Производственных мощностей В ходе предварительного следования Нам не удалось Установить на территории Ни Санкт-Петербурга Ни Ленинградской области Контракт должен был быть завершен В декабре 2014 года Контракт не завершен был Весь Практически 2015 год Строительство данного объекта На контроле У правительства Новгородской области Были рассмотрены Несколько раз Данные вопросы На правительстве Были протокольные решения По данному вопросу Протокольные решения Были По Принятию комплекса мер Для ускорения Строительства На данном объекте Реализация районными администрациями Крупных строительных проектов Не очень веселая страница В содержании книги О социально-экономическом Развитии области На местах сегодня Не всегда есть люди Чье образование Или опыт Позволяет на отметку Отлично или хорошо Довести объект До запуска У правительства региона Есть планы Создать единую систему Технического заказчика Профессиональная организация Должна работать с документацией Знать градостроительное законодательство Понимать нормативы Сотрудничать с надзором И так далее Такая организация процесса Интереснее ситуации Когда заказчикам строительства Становится лицо Без глобальных Профессиональных знаний Проблема существует Достаточно серьезная Если говорить даже По строительству школы Здесь функция Технического заказчика Осуществляет Управление капитальным строительством Новгородской области Потому что у них есть Допуски С саморегулирующей организации Если говорим о том Что заказчиками является Муниципалитет Либо учреждение Связанное Наверное С образовательными процессами То наверняка У них специалистов нет Которые будут Сверять Либо делать входной контроль И проектной документации Следить за строительством Хотя это прямая Их обязанность в том числе В данном случае Конечно надо привлекать И технических заказчиков Профессионалов Которые имеют опыт И привлекать компанию Которая будет вести Строительный контроль И технический надзор И на сегодняшний день Конечно складывается Очень много нюансов Только из-за того Что специалисты Не подготовлены Их нет Не имеют Специализированного образования И иногда И даже со стороны Подрядчиков Не привлекают Таких людей Поэтому конечно Казусы и нюансы Возникают разные После завершения Всех работ Оформляется заключение О соответствии объекта Сравнивая итог С проектом Инспектор изучает Сотни страниц Различных документов У каждой стройки Как выяснилось Есть свой журнал В который записывают Все важные события Каждого дня Почти как на корабле Редактор субтитров А.Семкин